добрый день так девочки значит сегодня мы с вами начнем вышивать брушечку вот я хочу сразу показать вам какие бывают основы может кто-то и не видел их может такое быть конечно вот вот это достаточно большая основа и тут большая площадь для вышивки вот вот брошечки это уже поменьше это брошечки вот такие вот ну вот это вот подвесочка у меня есть бесплатный мастер-класс формате pdf я думаю вы все видели вот я ее вышла и это моя я оставила ее себе я с удовольствием ее нашу мне она очень нравится я вот себе даже сделала вот такое колечко в комплект к этой брошечки вот такое колечко с удовольствием нашу и колечко и вот эту подвесочку не это очень нравится так вот это новый у меня колон и вот я тоже сделала к нему вот такой же колечко думаю это тоже интересно так вот но это все посмотрите вот все на темном фоне мне нравится вышивка на темном фоне это вот вышивка на белом это натуральный люк вот и я сделала тоже на наборчик возможно я себе его оставлю я люблю такие вот штучки нашу с удовольствием и вот что касается это основа так ну вот у меня основы кончились все и в нашем наших рукодельных магазинах я нашла только вот такие совсем маленькие основки ну вот тут два с половиной на 18 обычно это площадь даже тут меньше площадь для самой вышивки такие маленькие вот основки это вот такая вот большая то 4 на 3 до 4 на 3 но 4 на 3 это самая хорошая девочки площадь для вышивки мы с вами будем вышивать брошку без основы я покажу как ее собрать как ее украсить подскажу вам и материалы нужны для этого вот а сам рисуночек я предлагаю сделать вот такой из розочек по моему розы прекрасно смотрятся вот в кулумах и мне кажется все равно вот с розами несравнимо ничто и именно вот такой рисунок я предлагаю сделать я взяла тоже ткань девочки что и вот здесь у меня это старые знаете еще запасы и не знаю с какого года они мне лежали это подкладочная ткань это подкладочная ткани на ведь и вот с таким атласным блеском и я много очень вышла украшений но мне большие запасы и много украшений вышел именно на этой ткани мне нравится она тонкая она хорошо гофрируется и собирается тоненькая ее можно и подпалить немножечко в общем вот это очень удобно и мне нравится эта ткань а вот смотрите вот брошечка это старая прям очень старая брошка но вот тоже без основ у них еще не было основ здесь вышивка тоже на какой-то костюмной ткани но она серенькая вот у меня нет такой ткани но очень красиво смотрится именно вот на таком сером фоне девочки вышивки вот смотрите здесь я использовала даже вот такие вот шарминки бусинки ну и вот тут вот украшена она у меня кружевом кружевом можно украшать ну вот можно это синтетическая тонкая кружева вот натуральная хлопковая кружева можно тоже его использовать но я люблю вот такой девочки совсем узенькая кружевая тоненькая тоже натуральная и вот именно такого кружева я люблю использовать чтобы она очень деликатно выглядывала из-под края даже вот даже вот одни зубчики вот вот одни зубчики это будет интересно и красиво так деликатно и вот именно так я люблю если вот такое кружево да но у меня вот остался кусочек совсем маленький она не всегда есть продажи и даже вот на алиэкспрессе посмотрела не нашла именно такой кожи вот такое кружева его тоже можно выпустить буквально вот так вот зубчиками вот вот ну вот с такой ниточкой она розоватая у меня есть вот такой еще вот она сиреневая кружева ну вот я думаю что именно для нашей брошечки она тоже может подойти и вот это беленький краешек он может освежить но я хочу девочки не просто окружева использовать мы попробуем с вами другие еще способы украшения нашей брошки так с чего мы начинаем я сделала на картоне вот просто положила листочек картона поставила свою краску обвела диаметр у меня получился четыре с половиной сантиметра я думаю что это самый хороший размерчик для брошечки ну вот почти четыре с половиной я его вырезала положила вот на свою ткань обвела обвела фломастером исчезающим но его совсем не видно поэтому я взяла по контуру прошила просто белой ниточкой на металла чтобы мне было видно наша площадь для вышивки так теперь вот смотрите что розочки у нас тоже идут вот у меня овальная тут основка и по овалу идут розочки поэтому я тоже предлагаю вам сразу ограничить место где мы будем с вами располагать розочки вот так вот я рисую еще один девочки круг если вам его не видно то вы тоже это наметайте но без узелков что потом можно было бы так аккуратненько вытащить эту ниточку и она ушла вот у меня я вижу эту вот свою полосочку поэтому я не буду ее прометывать и буду прям вот именно розочки наше кольцо вот это из розочек или веночек как хотите вот вышивать по этому контуру так значит мы с вами подобрали основу мы с надо выбрать ленты которые мы будем использовать на конечно на темном фоне нужны ленты которые светлее и чтобы их было заметнее девочки вот мне нравится вот такое сочетание лент мне нравится вот эта лента вот у есть еще лента вот такая вот она из той же году но она немножко светлее есть лента вот такая но это вот то что у меня было я не стала красить специально для этой брошки вот вот у меня эти ленты я буду использовать именно эти ленты так у меня есть еще тут вот вот такая тоненькая ленточка есть голубенькая тоненькая ленточка я может быть тоже как ишь какие-то буду делать миленькие цветочки вот такая оранжевая есть ленточка в общем девочки это ленты все majestik ширина вот этой ленты это 7 а это 2 миллиметра ленты если вы вышиваете девочки атласными лентами то я вам предлагаю тоже взять белые атласные ленты и покрасить их в такие цвета которые какие вы хотите цвета но главное чтоб они между собой эти цвета гармонировали подходили белая лента нам тоже нужно будет узенькая для каких-то вот мелких элементов но вот здесь я использовала контур можно белый контур или белые белую ленточку тоже 22 миллиметра узенькую если нету тогда лучше делать французские узелками белыми риса можно использовать для таких вот меленьких элементов просто бисер просто белый бисер но на неделе молочный можно вот вот такой бисер посмотрите вот если такая основа была вот такой бисер очень хорошо бы подошел ведь он как металлический блестящий так мы у нас наверно лучше просто бисер белый в общем то мне больше белого нету бисера вот какие-то бусинки можно использовать в принципе можно можно использовать шарники но я люблю всякие бантики в принципе можно и бантик вот тут вот где-то потом на нашей вот тут вот на ленточке ли чем мы будем украшать вот привязать потом пришить вот такой бантик так девочки это все ваша фантазия стал теперь у меня вот эта лента 7 миллиметров вот она лента 7 миллиметров и мы начинаем вышивать розочки вот у меня это окружность так просто я хочу посчитать если вот у меня вот тут будет вверх вот вверх моей это не с моей брошки да значит вот роза будет вот тут где-то 1 вот тут 2 3 тут вот тоже три роза получается но тут можно например вот 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 получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 роз 9 число очень хорошие так что 9 роз мы оставляем себе так а потом мы будем вышивать вот тут вот листочки девочки я вот так смело рисую потому что это у меня маркер исчезающий конечно не карандашом не ручкой здесь не нужно все это вот прорисовывать потом у вас будут проблемы как ее убрать так и вот тут вот где-то между нашими листочками мы будем делать какие-то ну еще мельче цветочки беленькие может быть розовенькие посмотрим так начинаю я вот а вот с этой ленточки девочки вот смотрите вот у меня розочка видно и вот она розочка вот я ее рисовала вот смотрите она мне будет смотреть вверх с чего я начинаю я вот тут вот вот где у меня должна быть сама серединка делаю французский узелок вот я сделала французский узелок это у меня будет моя серединка роза розочка мне смотрит немножко вверх вот я прокалываю вот здесь ленту я свою подкручиваем потому что она мне 7 миллиметров если бы у меня была лента 4 миллиметра и и бы совсем чуть-чуть можно было подкручивать можно вообще не подкручивать но мне лента 7 миллиметров если вы вышиваете атласом значит это у вас лента будет 6 миллиметров это удобная ширина для розы вот я делала это первый стежок смотрите здесь я его вывела вот сюда я ввела теперь следующий стежок я делаю вот тут вот вот и вожу вот чуть-чуть в нахлёст от с предыдущим стежком я чуть-чуть немножко его перекрываю мне получились вот два лепестка таких вокруг серединки теперь я выхожу на середине вот этого лепестка вот этого 1 и также подкрученная ленточкой ввожу его в середину вот этого лепестка вот таким образом я укладываю свои стежки тут ничего сложного нет подкрученная лента вот я опять ее вывела вот здесь то есть стежки у нас должны заходить друг на друга вот так вот опять вывожу на середине этого лепестка и вот сюда под серединочку вот девочка мне получилась такая вот розочка она смотрит вверх и это видно видите вот вот получилось у меня вот тут один стежок от 1 2 стежок 3 4 5 всего 5 стежков если вы хотите чтобы розочка была побольше можно сделать вот тут еще один стежок вот смотрите вот вот последний стежок можно сделать вот тут вот еще вот получилось настоящая миниатюрная розочка вот у нас серединочкой я ее отрезаю девочки для того чтобы вот данный цвет поддерживался в композиции нужно еще где-то вот в этом веночке вышить вот такую розу я таких роз предлагаю сделать всего две штуки потому что лента достаточно темная на этом фоне но она будет поддерживать композицию поэтому вот где-то еще можно вышить вот такую розочку но и вот как я не советую вот просто вот как напротив да это будет ну вот это будет не хорошо например я бы вышла вот эту же розу вот здесь или вот здесь но вот здесь может быть вот давайте вот здесь и выше вы сразу определяете куда ваша роза будет смотреть это у вас веночек получается роза может смотреть и вверх и вниз давайте вот здесь сделаем что она будет смотреть вот сюда вот для этого я просто делаю здесь французский узелок и обозначаю что наша розочка смотрит переворачиваю свои пельца и вышиваю розочку вот точно так же как я вышивала эту я подкручиваю и вот сюда в серединку общем вот я вот этот вот кружочек делю пополам у меня это лента идет вот сюда и отсюда стежок будет идти тоже сюда сильно не затягивайте девочки от этого зависит вообще ваша розочка красота вашей розочки наши вот наши лепесточки должны быть не затянутыми они должны быть объемненькими красиво ужин это было похоже на розочку поэтому поэтому ленточку не затягивайте вот вот я ее уложила розочки можно сделать какую-то по больше какую-то поменьше и вот я из середины липе из-под середины вот этого лепестка уложу под середину вот этого лепестка тем самым вот я формирую вот такую розочку теперь вот отсюда я вот сюда уложу под середину этого лепестка девочки вы смотрите чтобы у вас розочка была не однобокая чтобы с той стороны с той стороны были лепесточки в принципе можно конечно в зависимости от того куда она смотрит вот здесь вот я еще один стежок сделаем вы делаете стежки чтобы розочка у вас смотрела вот прямо мы следующую розочку сделаем прямо я покажу как расположить и вот сюда вот уходит этот лепесточек все все вот такая получилась у меня розочка вот она серединка явно видно что она смотрит вот сюда так вот давайте еще один сделаем здесь стежок я не люблю вот такие круглые розы мне хочется немножко изменить ее форму вот я сделаю здесь вот этот последний стежок вот она получилась по форме интереснее обрезаю потом я все это подпалю так но вот таких розочек я считаю мне достаточно и теперь я возьму вот вот она мне какая-то ленточка есть давайте вот сразу наверно нет вышли оранжевые ленточки из оранжевой ленточки вышли розочки потому что основной цвет у нас равно должен быть оранжевый ну потому что во первых оранжевый очень хорошо сочетается с основой он хорошо смотрится во вторых это светлая ленточка и розочек вот такого цвета должно быть больше поэтому вот следующую розочку давайте мы вышлем с вами она смысл прямо на нас она будет не вовс на поэтому французский узелок мы делаем прямо по серединочке розы и вот эти лепестки будем оборачивать вокруг посмотрите вот я вывела лепесточек вот я ввела его теперь девочки я возвращаюсь вот под этот лепесток из под серединки вывожу следующий лепесток теперь из по серединке этого лепестка я вывожу еще один лепесток и продвигаюсь дальше вокруг нашего центра я двигаюсь вокруг нашего центра так сказать вокруг него я танцую теперь возвращаюсь под этот лепесток и теперь я должна уйти вот под самый первый тот который мы делали по кругу первый лепесток от центра вот я под него возвращаюсь вы тут вот поправляйте хорошо чтобы наложился так и из-под него опять я наружу и вот сюда ухожу вот у нас видите вот получается вот такая розочка из-под него можно еще сделать вот под этот лепесток вот мы формируем розочку не очень красиво он у меня лег поэтому так хочу немножко пробуем уложить ленточку так вот видите вот смотрите мне не хватает вот здесь вот стежка и я его сделаю вот сюда я закончу вот этим стежком так что тут не проткнуть и следующую розочку я тоже буду делать ленточки девочка посмотрите здесь я сильнее подкручивала потому что я вышивала этой же лентой 7 миллиметров здесь посильнее подкручивал потому что у меня тут меньше было пространство для вышивки так вот здесь я сделала options и выпить как на у а тут Продолжение следует... 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 можно можно сделать еще один стрелок остальную ленту остальную розу мы ищем вот такой ленты более светлой можно вышивать розочку двумя лентами немножечко разным оттенком одного цвета это всегда интересно можно даже не одного цвета близких цветов например вышивать желтым и оранжевым например вышивать розовым и каким-нибудь малиновым или красным это всегда приводит во первых это гамма становится сложнее значит вся работа становится сложнее интереснее вот какая у нас интересная получилась розочка из двух оттенков у меня выскочила тут ленточка прессово коротко ну вот смотрите какая розочка интересная у нас получилось мы можем сделать такую розочку или наоборот давайте сделаем светлую середине саму розочку более чем тут например я сделаю серединка у меня будет более светлая сама розочка более темная ленточка что они сейчас они и и как это как и и и и и и и и и вот я продолжаю вышивать теперь другой лентой а Вот так. У меня получилась крупная розочка. И у нас есть еще вот такая ленточка. Давайте тоже вышлим здесь еще одну розочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Так, у нас вот такая ленточка есть. Или вот такой же вышить, светленькая. Давайте вот такой девочке вышли. Вот так. 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 Маловато местечко для этой розочки у нас. У меня получилось. Ну, какая-то розочка крупнее, какая-то мельче. Так. Ну, все. С розочками мы разобрались. Теперь нам надо, девочки, с вами вышить зелень. Вот смотрите, я еще взяла вот такие ниточки зеленые. И сначала буду вышивать ниточками. Потом сверху будем продолжать вышивать ленточками. И ниточки у нас будут выглядывать из-под ленточек. Это, ну, будет создавать на нашей брошечке многослойность. И, ну, вот такие дополнительные мелкие детальки. Они всегда очень красиво смотрятся. Девочки, ну, я делаю просто петельки в прикреп. Думаю, все вы умеете это делать. Я делаю их просто, просто где хочу, там и делаю. Вот как моя фантазия подсказывает. И думаю, что ваша тоже будет подсказывать вам, где делать вот эти вот именно петельки. Я сейчас пройду по кругу. И вот сделаю эти петельки. А потом мы вернемся и будем делать уже листики из ленточек. Ну, посмотрите, как сразу желает наша вышивка. Листочки я делаю как во внутреннем вот этом кругу, да, так и во внешнем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Разные какие-то листочки я делаю побольше, какие-то поменьше. Да, можно сделать еще бутончики, вот где у нас есть местечко. Сейчас мы сделаем листочки, потом я вернусь к бутончикам. Вот так. 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 можно делать это ирисом если нет такой шелковой ниточки можно делать это ниточками мулины просто тогда возьмите ну наверное сложение в 3 ниточку три ниточки мулины можно даже разными оттенками зеленого будет интерес в общем вот так вот мы проходим кое-где делая листочки и